Встанут на лыжероллеры. В эти выходные в Кирово-Чемпецке состоится первенство Кировской области среди лыжников-гонщиков на призы экип-центра. Соревнования пройдут на базе лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп». Доступ посетителей к трассе на период проведения соревнований будет закрыт, отмечают организаторы. Какие еще спортивные события произойдут в Кирове в эти выходные, расскажем далее. Борьба атлетов. Завтра, 16 сентября, в Кирове пройдут соревнования по кроссфиту. Это программа упражнений на силу и выносливость, которая включает в себя элементы гимнастики, аэробики и тяжелой атлетики. Участники смогут выступить сразу на четырех спортивных площадках. Начало турнира в 10 часов в фитнес-зале на Карла Липнихта 41. Для зрителей вход свободный. Зюдоисты покажут себя на межрегиональных соревнованиях. В субботу, 16 сентября, в Чепецкой Олимпии состоится открытое командное первенство города под зюдо. Начало в 10 часов. Отмечу, встреча посвящена памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева, который погиб в 2005 году в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике. Кировчанам предлагают проверить свою физическую подготовку. Завтра на площади борцов революции города Кирова пройдет осенний городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники должны выполнить в течение часа три или четыре испытания в зависимости от возрастной ступени. Нормативы можно сдать с 10 до 15 часов. При себе нужно иметь медицинскую справку и паспорт. А также организаторы напоминают, чтобы принять участие в фестивале, нужно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. Чемпионат Кировской области по футболу выходит на финишную прямую. Игры 18-го тура пройдут также в эту субботу. За звание лидера будут бороться молодежные составы «Факела» и «Динамо». Также матчи пройдут между «Союзом» и «Лит. Обувью» в Слободском. Машиностроитель встретится с «Нововятичем», «Авангард» с «Амутнинским металлургом». А Чепецкая «Олимпия» примет команду «Дюж-5». Все матчи начнутся в 16 часов.